Всем привет! Меня зовут Наталья Влад и сегодняшнее видео будет об американской медицине. До того, как я приехала в Америку, это было 18 лет назад, я работала врачом и на Украине, и в России. И переехав в Америку, я переучилась, работаю сейчас в американском госпитале. Поэтому я вам скажу свое мнение об американской медицине как врач и тоже как пациент. Но давайте начнем с того, что когда я приехала, я конечно удивилась, что здесь участковые врачи не ходят домой. Если раньше я своего трехлетнего ребенка могла в России позвонить участковому врачу, и в этот же день участковый врач приходит и осматривает вашего ребенка с температурой дома, здесь такой услуги нет. Здесь вы больного ребенка везете или в Верджинки, или на осмотр врачу. Здесь такого понятия, как вызов участкового врача на дом, не существует. Здесь, если вы приболели, то у вас два варианта. Либо вы вызываете скорую помощь, если вам совсем плохо, или вы едете на прием к врачу сами. Никто домой к вам не приходит. Другой интересный момент. Здесь все препараты, такие как антибиотики, все препараты для гипертонии, для повышенного колестерола. Все это только по рецепту. Насколько я помню, раньше я могла пойти зайти в аптеку, там где я жила, и купить спокойно антибиотик, какой я хотела. Или еще какие-то другие препараты. Здесь единственное, что вы можете свободно купить в аптеке, это любые препараты для простуды, капли в глаза, если у вас спина болит, какие-то мази. То есть самое такое совершенно простое. Обычный талинол, обычный бупрофен, то есть противовоспалительные препараты. Все остальное только по рецепту. Здесь очень отлажена электронная система и практически, но больше чем 90% рецептов отправляются в аптеку. Но все зависит от самого пациента, как пациент сам предпочитает. Многие пациенты, большинство из них предпочитают, чтобы препараты отправлялись напрямую в аптеку. То есть врач прям из офиса или это если в госпитале при выписке вам нужны препараты. Врач отправляет все эти рецепты в электронном виде в аптеку. И к тому времени, как вы уже приехали в аптеку, все эти препараты готовы. Уже аптека, как правило, связывается с вашей страховой компанией. Большинство препаратов в основном оплачиваются страховой компаниями. И какую-то часть, в зависимости опять же от вашей страховки, какую-то часть оплачиваете вы. Потому что препараты очень и очень и очень дорогие. Здесь монополия на фармацевтические препараты. И поэтому никакие препараты из Европы или из других стран сюда на рынок не допускаются. И поэтому я, насколько знаю, наши вот иммигранты часто покупают там нож пусть здесь в аптеках по онлайну, из русских аптек, потому что здесь такого препарата тоже нет. Ну и другие препараты. Что больше всего меня, конечно, поразило, это, ну как пациента, когда я только приехала, что, чтобы увидеть врача, здесь нужно очень долго ждать. Здесь катастрофически не хватает медицинских работников. Катастрофически не хватает врачей. Поэтому вы можете увидеть очень много не только американских врачей, но и иностранных врачей. Здесь целая существует программа по, как бы, привлечению иностранных врачей в американскую медицину. Чтобы увидеть врача, иногда вам нужно ждать 2-3 недели. Особенно проблемы со специалистами, как, допустим, пульмонолог, кардиолог, эндокринолог. Иногда доходит до того, что вам приходится ждать визита к врачу 2-3 месяца. А даже семейные врачи, так называемые участковые врачи, здесь они называются семейные врачи, иногда приходится ждать несколько, как минимум несколько недель. Поэтому это вот не так, как у нас там раньше можно зайти в поликлинику, в этот же день увидеть специалиста, можно в этот же день пройти там кардиолога, невролога. Ну, насколько я помню, самый худший вариант это был там ждать несколько дней. Здесь это будет просто чудо свершиться, снег на улице пойдет, если вы сможете увидеть специалиста на следующий день или через несколько дней. Я таких случаев не помню. Но если вам придется быть здесь пациентом в Америке, вы, конечно, заметите огромную разницу, как с вами общается доктор. То есть здесь совершенно другой подход к пациенту. Ну, во-первых, они должны убедиться, доктор должен убедиться, что пациент чувствует себя достаточно комфортно. Поэтому все процедуры они объясняют, прежде чем что-то вам сделать или дотронуться до вашего тела, доктор обязательно скажет, вот сейчас я послушаю ваше сердце, до того, как там прикоснуться стетоскопом к вашей грудной клетке. Сейчас я послушаю ваши легкие. Если нужно осмотреть какую-то часть тела, здесь никогда не просят пациента раздеваться. Вы будете полностью покрыты. Если нужно осмотреть руку, то доктор, это опять же, это так, как обучают здесь американских врачей, то только вот приоткроют простынку и осмотрят вашу руку. Если пришло время осмотреть вашу ногу, то эту руку закроют, вы должны быть полностью покрыты, и откроют только ногу. То есть здесь нет такого там раздевайтесь, сейчас я вас буду осматривать. Это считается, ну, нарушением всех правил. И американцы, конечно, к американскому пациенту это будет коровить. И поэтому любая процедура будет объясняться сто раз в деталях. Прежде чем приступить к процедуре или осмотреть вас, вам всё-всё-всё объяснят. Вы можете задавать вопросы по ходу, вы можете отказаться от процедуры, если вам что-то не нравится. То есть здесь, конечно, так как это ваше тело, то будете решать вы, что с ним делать, и что вы разрешите с ним делать, и что не разрешите. Здесь нет такого, что доктор пришёл и сказал, всё, мы делаем это, и никаких вопросов. Нет, это всё согласовывается с пациентом, обязательно. Ещё очень интересный момент, что доктор вам будет говорить всю правду, какая бы она ни была. Ну вот, насколько я помню, раньше, когда я работала, опять же, там на России, на Украине, что-то могло от пациента скрываться, говорилось только членам семьи, особенно если это пожилые люди, их старались там щадить, допустим, у них раком это не сообщалось. Ну, я не знаю, может быть, сейчас поменялось всё к лучшему, это, конечно, звучит всё дико сейчас мне. Здесь вся информация будет вам доноситься, какая бы она ни была. Здесь провайдеры или как бы врачи, они достаточно открыты с вами. Если какие-то произошли ошибки во время процедуры, или какие-то, ну, побочные осложнения, или какие-то, я не знаю, совершенно неожиданные во время операции, допустим, произошло случайное надрезание или какое-то осложнение, врач обязательно после операции вам всё это чисто скажет. Скажет, да, произошла такая ошибка, мы случайно там надрезали, я не знаю, там мышцы или ещё что-то, но мы эту проблему решили во время операции. То есть вам какие-то врачебные ошибки, какие-то осложнения никогда не будут утаиваться. Здесь врачи ценят свою лицензию и будут всю правду доносить пациенту. Поэтому вы будете полностью, сто процентов осведомлены. Если вам что-то положено по вашей страховке, вам ничего здесь выбивать не надо. Не нужно ходить по поликлиникам и клянчить, мне нужно это. Не нужно своего доктора упрашивать, пропишите мне, пожалуйста, или дайте мне там инвалидное кресло, или дайте мне какой-то там дыхательный аппарат, который мне положен. Здесь, если вам положено, и если это включено в вашу медицинскую страховку, вы всё это получите. Здесь ничего не нужно выбивать, ничего не нужно выпрашивать и по кругу ходить, и умолять вам это дать. Потому что, опять же, если вам положено, вы всё это получите. Потом здесь обязательно такое, ну не то что правило, это должно вообще как бы в медицине существовать. Врач никогда не осуждает здесь пациента. Вы можете быть алкоголиком, вы можете быть наркоманом, вы можете там спать с 50 партнерами. Но я, опять же, всё это утрирую. И если вы придёте к врачу, и всё это будете говорить, здесь даже глазом не морнёт врач, не будет никакого осуждения. Вам, конечно, посоветую, что вам лучше, ну, перестать столько пить, перестать употреблять наркотики, потому что это отражается на вашем здоровье. Если у вас очень много партнёров, конечно, у вас повышенный риск определённых заболеваний. Но никакой ноточки осуждения, никакого такого подхода, что вы тут пришли со своими проблемами, сами виноваты, здесь такого нет. Здесь любого пациента лечат и относятся к нему одинаково. Поэтому здесь не страшно всё рассказать врачу. Здесь вы не будете, понимаете, прятаться там в уголок и ждать какого-то осуждения. К вам отнесутся как к человеку, как к пациенту и помогут вам, насколько смогут. Конечно, ещё один момент. Если вы, не дай бог, попали в госпиталь. Здесь, конечно, условия в больницах, ну, просто, конечно, небо и земля. Я очень надеюсь, что что-то изменилось за 18 лет, которые я не была там в России, на Украине в больницах. Я не имею представления, что сейчас происходит. Но здесь у каждого пациента, независимо от его социального статуса, отдельная палата с хорошей госпитальной кроватью, со всеми условиями, с телевизором. Вот в нашем госпитале, в котором я работаю, у них даже есть определённое такое меню лежит на столе, где вы, согласно вашей диете, звоните в каждой палате свой телефон. Причём по этому телефону вам могут звонить и родственники, и знакомые. То есть, этот телефон связан, ну, вот это как городской телефон в каждой палате. Вы можете использовать это меню, позвонить по телефону в кафетерии, который вот госпитальный кафетерий, заказать, что вы хотите. То есть, не то, что вам принесут, но у вас, допустим, есть диета диабетическая или кардиологическая, и там вот определённый есть выбор. И вы заказываете, что вы хотите на завтрак, что вы хотите на обед, что вы хотите на ужин, и вам человек всё это вот на подносе приносит. Ну, конечно, такой сервис, вот здесь американцы к этому привыкли, считают это нормой. Для меня это, конечно, ну, сначала, ну, конечно, всё это удивляло. Для наших людей, конечно, это будут шикарные условия. Наверное, за такие же условия, там, я не знаю, в России, на Украине, наверное, приходится дополнительные деньги платить. Здесь это всё, ну, вот включено вашу страховку. Я вообще не помню, за сколько времени я работаю, я не знаю ни одного, вот, ни одной больницы, ни одного случая, где пациенты лежали два человека в одной палате. Это вообще, как бы, здесь privacy, то есть, это вот ваше личное пространство, ваша личная информация, информация свято чтётся, поэтому у вас будет только отдельная палата с телевизором, там, с собственным туалетом. Здесь нет такого, что один туалет на весь коридор, нет, у каждого свой туалет, душ, телевизор и все условия. Разрешается наличие родственников. Я, конечно, удивилась, что американские родственники могут присутствовать 24 часа в сутки, прямо лежать в этой же комнате с пациентом. У них нет своей кровати, но есть такие, знаете, как раскладные кресла, им могут дать, дам, подушечку, одеяло, организовать всё. И вот они в этих раскладных креслах, они могут находиться там со своей женой или там со своей мамой. Это разрешено, они могут там спуститься в кафе, пойти покушать, прийти, опять присутствовать. То есть американцы, вот я не знаю, если кто-то попадает в больницу, родственники, они вот меняются. Сначала, допустим, дочка пришла, они прямо там с компьютера могут работать, приходят со своими лэптопами. Потом это может прийти жена, потом там, я не знаю, внук. То есть они меняют друг друга, но постоянно присутствуют с больным родственником. То же самое мамочка с ребёнком. Если, не дай бог, ребёнок в больнице, мама обязательно должна присутствовать. И мама будет, нет такого, что мамочка, уйдите здесь, не мешайте. Мамочка, мы будем делать это, то уходите. Я вот помню такие моменты, когда я раньше работала. Опять же, надеюсь, что всё это поменялось. Пишите в комментариях, если всё сейчас к лучшему в медицине в России, на Украине. Но здесь мамочка будет решать, что делать с её ребёнком, кто к ребёнку подойдёт, кто к ребёнку не подойдёт, на какие процедуры она согласна, на какие процедуры она не согласна. И присутствие матери обязательно, ни одной процедуры не будет делаться без присутствия матери. Ни одного лекарства не даст ребёнку без присутствия матери. Это, конечно, огромная разница, и это так и должно быть, я считаю, что если ребенок заболел, мать обязана присутствовать с ребенком, неважно, где он находится, на обычном медицинском отделении или в реанимации, здесь матерям разрешается присутствовать везде. Я еще раньше упоминала в своих предыдущих видео, что здесь нет как таковых больничных, вот посидеть на больничном там две недельки, посидеть на больничном пять дней, здесь могут вам дать как бы справку такую от врача, что вы находились в больнице или что вам нужно несколько дней дома посидеть, но это будет на усмотрение вашей компании, оплачивать вам или не оплачивать, все зависит от того, сколько у вас там дней отпуска есть, то есть это не гарантия того, что как бы ваша компания вам это оплатит, все будет зависеть, опять же, как вы договаривались со своей компанией, где вы работаете. Здесь я не помню такого, чтобы можно было пойти там заплатить, вот как у нас там есть платные услуги в России и на Украине, ты приходишь, я хочу к эндокринологу, к профессору, заплатил и пошел. Я хочу посмотреть там пульмонолога, доцента, чтобы он меня осмотрел, заплатил и пошел. Здесь такого нет, вам нужно все равно направление от вашего семейного врача, вам не обязательно платить, вы можете заплатить, если у вас страховки нету, но вот таких как таковых платных услуг, чтобы пойти и посмотреть какого-то доктора, вернее, чтобы вас доктор осмотрел, такого нет. Но вот моя дочка сказала, что ее, все, мне кажется, зависит от медицинской страховки. Вот ее медицинская страховка позволяет ей без направления ее семейного врача пойти к любому специалисту на осмотр. Но, опять же, это не все страховые компании могут вам это предоставить. И здесь медицина настолько дорогая, что нужно обязательно иметь медицинскую страховку. Просто без медицинской страховки, ну вы никуда. Даже при наличии страховки, вам все равно приходится платить какую-то часть денег. Как правило, страховка покрывает примерно там 60-80% расходов, а вот какие-то 20-40% будете платить вы, все равно в любом случае. И я не хочу вдаваться в детали подробности страховых компаний, потому что их столько много. Правила отличаются от страховой компании медицинской, отличаются от компании, где вы работаете, отличаются от штата и от многих других условий. Но, в любом случае, даже при наличии страховой страховки, медицинской страховки, все равно медицинские счета здесь очень дорогие. Вот моя дочка ходила недавно на осмотр, обычный осмотр гинеколога. Она заплатила 680 долларов за прием, просто вот прием к врачу, самый обычный, без всяких проблем, как бы профилактический осмотр. При наличии очень хорошей медицинской страховки. Поэтому отсюда и ответ на вопрос многих зрителей, которые спрашивают, вот почему многие ездят в Европу, многие ездят в Латинскую Америку, в Мексику, делать какие-то там процедуры или операции. Не потому что здесь медицина плохая в Америке. Нет. Дело в том, что здесь медицина, конечно, замечательная, но у вас должна быть хорошая медицинская страховка. Многие ездят делать, я знаю, зубы в Европу только потому, что там дешевле. Только потому, что там дешевле. Потому что я считаю, что американская медицина, наверное, одна из самых дорогих медицин в мире. Я не знаю, откуда такие цены идут. Это мне очень трудно объяснить. Мне кажется, многие цены даже не обоснованы. Так же, как и препараты. Я знаю, что один и тот же препарат может стоить в Европе, допустим, 20 долларов. В Америке он будет стоить 600 долларов. Откуда? Сами отвечайте на этот вопрос. Просто это бизнес, это огромный бизнес, это огромная монополия. И поэтому более дешевые препараты сюда не пропускаются. Еще интересный момент, что американские пациенты очень верят своим врачам. Дело в том, чтобы здесь получить медицинское образование, это, во-первых, очень дорогое образование. Это занимает, как минимум, наверное, 11 лет. И поэтому здесь вообще считается врач очень уважаемая профессия. Считается, одни из самых умных людей работают в профессии врача. И поэтому, когда американский пациент приходит к врачу, они верят, ну вот все на слово. Если сказал врач принимать там четверть таблетки, я не знаю, три раза в день, по определенным дням, там понедельник, среда, пятница, Американский пациент будет делать вот дословно, дословно, как сказал врач. Наши пациенты немножко другие. Дело в том, что у нас очень развита вот в нашей культуре народная медицина, и потом многие лечатся там над отваром картошки, водочкой с перцем, натиранием каким-то там салом во время пневмонии. То есть очень много народных методов. Иногда то, что сказал врач, так одним, как бы могут последовать совету, могут не последовать совету, могут пойти там что-нибудь сами в аптеке купить, полечиться. То есть у нас очень в нашей культуре развито самолечение и нетрадиционная медицина. Здесь это американцы не занимаются, редко не занимаются. Типичный американский пациент не занимается самолечением и народной медициной. И если вы будете у американского врача, не ждите никакой рекомендации, что вам нужно какие-то травки попить или вам нужно что-то такое сделать. Здесь все советы и все рекомендации обосновываются только на научно обоснованной медицине, которая прошла проверку. В связи с тем, что медицина очень дорогая, и поэтому здесь очень большой акцент делается на профилактику. И поэтому вы увидите, что многие американцы здесь в курении вообще не приветствуются. Я работаю в больнице, не знаю ни одного сотрудника, который курит. При приеме на работу во многие компании это тоже не приветствуется. Поэтому американцы стараются не курить, я не могу сказать, что не пить. Ходят в спортзалы, стараются там сбрасывать вес. Опять же, это речь идет об ответственных американцах. Вы увидите, в больших городах американцы там бегают с утра, ходят в спортзалы. Не потому что они такие вот спортивные, а потому что они не хотят платить эти тысячи долларов на медицинские счета. Им проще сбросить вес и не платить за эти лекарства по гипертонии. Поэтому здесь это все одобряется ваш здоровый образ жизни. И это, конечно, вы экономите финансово очень много. Если вы будете вести здоровый образ жизни. Ну а теперь давайте поговорим об американской медицине глазами врача. Когда я стала работать здесь, как провайдер, что меня больше всего удивило, здесь есть все условия для работы врачей. То есть, что я могу сказать? Американская медицина, конечно, замечательная. Я считаю, что это, ну а правда, одна из лучших медицин. Но не потому, что здесь какие-то более умные специалисты или лучшие специалисты. Я могу сказать, что по уровню знаний, квалификации наши врачи, наши врачи с России, Украины, с нашего постсоветского пространства ничуть не хуже. Иногда даже в каких-то областях и может быть даже и лучше. Разница только единственная в снабжении, в условиях работы и в оплате. Здесь у американского врача, если он проводит операцию, он не думает больше ни о чем, как об этой операции. То есть, у него есть все необходимые инструменты. У него отлажена команда. У него отлажен график работы. Ему созданы все условия, чтобы он провел успешную операцию. В отличие от наших врачей, насколько я помню, я тоже работала в большом госпитале в Петербурге. И, насколько я помню, наши врачи, хирурги просто изощрялись. Иногда не хватало каких-то там, я не знаю, инструментов. Не хватало какого-то там раствора. Не хватало еще чего-то. Вот я считаю, что это единственная огромная разница в американской медицине и в нашей медицине. Вторая огромная разница, это американские врачи получают достойную зарплату. В отличие от наших врачей, которые работают как сумасшедшие. И иногда, опять же, с нехваткой материалов, с нехваткой лекарств или еще чего-то. И делают такие же чудеса и получают намного меньше. Например, здесь обычный семейный врач, но я вам примерные приведу зарплаты врачей, самые минимальные, которые получают, а там, который работает в клинике, 150 тысяч долларов в год. Если это терапевт, работающий в госпитале, как в хоспитале, как я работаю, врачи, они получают где-то 250 тысяч долларов в год. Специалисты, эндокринологи, пульмонологи, тоже зависимости, где вы работаете, сколько, от 250 до 350 тысяч долларов в год. Хирурги могут получать около полумиллиона в долларах в год. То есть, это, конечно, зарплаты совершенно несравнимые. Поэтому, когда говорят, есть ли смысл ехать в Америку, делать какую-то операцию, вы можете, мой вам совет как проведер, вы можете такую же операцию сделать ничуть не хуже, вам сделает хирург у нас там. Нужно ли ехать лечиться в Америку? Если это какие-то совершенно обычные проблемы, я не думаю, что здесь что-то будет лучше. Единственное, что здесь будет как кастомастерис, к вам будет, может быть, лучше относиться, палаты будут лучше. Но если ваша страховая, у вас есть медицинская страховка, это все покрывается, почему бы нет? Если у вас нет медицинской страховки, вам придется все это платить из кармана, то точно такие же услуги вы можете получить у нас там на родине. И вам не надо платить эти бешеные деньги. Единственное, зачем едут, я знаю, в Америку, это если, допустим, лечение рака здесь проводится часто при больших медицинских научно-исследовательских институтах. Есть смысл приехать и попробовать какие-то новые разработки, какие-то новые препараты, которые могут вам помочь. Все остальное, уровень квалификации докторов, я бы сказала, особенно хирургов, я бы сказала один и тот же. Я не вижу никакого преимущества в специалистах здесь. Еще, что очень важно для американских врачей, здесь очень трудно получить лицензию. Они тратят огромные деньги на медицинское образование, потом рассчитываются всю свою оставшуюся жизнь. Они учатся тут по 10-15 лет, чтобы получить лицензию врача. Поэтому они очень дорожат этой лицензией. И поэтому они никогда не приступят к закону, они никогда... У них повышенная, вот сверхповышенная ответственность перед пациентом. Потому что любая ошибка врачебная может стоить им лицензии. Конечно, ехать лечиться куда-то за границу, но не будет тот уровень ответственности у врача. То есть я знаю пациентов, которые ездили в Мексику делать какие-то косметические процедуры, какие-то другие процедуры. И приезжали, и все эти осложнения лечились здесь в Америке. Потому что там никто особой ответственности не несет. Здесь американский врач отвечает за все свои действия. Еще меня удивило, в американской культуре существует такое понятие, как ДНР статус. То есть что это означает? Это означает не реанимируйте меня. Я вообще впервые столкнулась с этим здесь в Америке. Я ни разу, когда работала вот и на Украине, и в России, никогда такого не слышала. Не знаю вообще, существует сейчас ли такое вот в медицине там. То есть это когда пациент сам выбирает, чтобы его не реанимировали. То есть чтобы ему не проводили массаж сердца, чтобы ему не делали искусственное дыхание. И вы знаете, вот вы можете верить, можете нет, но среди пожилых людей огромный процент американского населения выбирает этот ДНР статус. Что это означает? То есть допустим уже пожилой человек, ему лет там 70-80, когда он попадает в больницу, он говорит, что если мое сердце остановилось, оставьте меня в покое и дайте мне умереть естественной смертью. Не надо меня реанимировать. Если у такого пациента, вот он лежит в больнице, сердце остановилось, мы знаем, что ДНР статус мы не будем реанимировать. Мы дадим этому человеку спокойно уйти. Ну я насколько смогла, старалась, конечно, все это в краткой форме рассказать. Не знаю, получилось у меня или нет. Может быть что-то, конечно, пропустила. Эта тема обширная, очень трудно все покрыть в одном виде. Но единственное заключение могу сделать в том, что медицина здесь очень и очень дорогая. Поэтому, когда приезжаете в Америку, убедитесь, что у вас есть медицинская страховка. Ну все, увидимся в следующую пятницу. Не забывайте подписываться. Пока-пока.